Меня зовут Дюбченко Юрий, я начальник отдела бизнес-аналитики в департаменте больших данных розычности Магнит. Сегодня я хочу поговорить с вами о клиентской аналитике. Любой бизнес должен быть управляемым, и чтобы это происходило, чтобы он рос, нужно знать своего клиента. Нужно проводить исследования, измерять метрики, понимать потребность. Это, собственно говоря, есть аналитика, которой мы все с вами занимаемся. Я представляю компанию Магнит. Программу лояльности мы внедрили примерно 3 года назад, позже наших конкурентов. Но это и позволило нам изучить их опыт, и в данный момент мы являемся одними из лидеров в этой области. Я расскажу, что позволило нам накопить клиентскую базу уже более 60 миллионов человек, и как мы используем клиентские данные для управления нашим бизнесом, для управления доходностью. Начинали мы с очень простых отчетов, довольно простой визуализации, простых метрик, таких как полвозраст клиента, например. И сейчас мы уже имеем полноценный селс-сервис инструмент для селс-сервиса аналитики. Он реализован на собственной платформе в вебе, в которой можем смотреть очень много метрик в разных разрезах. Собственно, с чего мы начинали? И я хочу ответить на главный вопрос, а зачем все это было нужно? Для того, чтобы начинать исследовать наших клиентов, нам нужно было поднять операционную PRM, потому что наш бизнес в основном представлен в офлайн, то есть нам нужно было запустить систему с пластиковыми картами, чтобы на кассах можно было ее показывать, применять. Нужно поднять аналитическую базу данных, чтобы эти данные собирались, актуализировались, и чтобы аналитики имели к ней доступ. Нам нужно набрать целый штат аналитиков с нужными скиллами, как минимум должны знать SQL и понимать, как работать с данными. И самое важное, мы должны предоставлять выгоду нашим клиентам. Это бонусы, скидки, специальное предложение. Но что мы получаем взамен? Получаем взамен, по сути, данные. И я хочу вам рассказать, а как эти данные нам преобразовать в ценность, чтобы бизнес получил от этого доход. Какие же преимущества нам дают клиентские данные, персонализированные данные? В первую очередь это коммуникация с покупателем, то есть мы можем непосредственно общаться со своими клиентами. Второй момент – это персонализация. То есть это самый важный момент. Мы можем изучить клиента и давать какие-то персональные предложения. Ну и это расширенный набор метрик. С другой стороны, есть и минусы. То есть не все клиенты пользуются картой лояльности. Какую бы выгоду вы ни давали, данные всегда будут неполными. И это второй момент – очень дорого. То есть та выгода, бонусы, специальное предложение, они очень много стоят в масштабах такой компании, как Magnit. Это сотни миллиардов рублей. Давайте на этом месте проведем небольшой интерактив. Я хочу задать вам вопрос. Что, на ваш взгляд, лучше для бизнеса? Один миллиард рублей или один процент проникновения карты лояльности? Можете поднять руки. Кто считает, что лучше деньги и миллиард? Видимо, один человек у нас в коммерческой службе работает. Собственно, кто считает, что проникновение карты лояльности? На самом деле, этот вопрос родился в дискуссии с одним из наших коммерческих менеджеров. Как раз-таки мы проводили пилот по изменению условий, изменению как раз-таки предоставления бонусов. И на первый взгляд, для бизнеса всегда важны деньги, естественно. Это основной показатель эффективности. И экономия миллиардов рублей всегда важна коммерческой дирекции. Но лояльность наших клиентов и использование данных о наших клиентах может принести еще большую выгоду. И дальше я, собственно, раскрою ответ на этот вопрос. На самом деле, правильного ответа нет. Я бы ответил, что оба лучше, потому что нам важно поддерживать лояльность наших клиентов. И, естественно, нужно следить за прибыльностью, потому что мы можем очень много денег слить в скидки, в бонусы, и при этом не получить эффекта. Какие темы мы дальше обсудим? Я расскажу, как мы получаем данные о клиентах, какие метрики используем, как построить план измерения, как данные интерпретировать и в конечном итоге какую это ценность нам приносит. Давайте начнем со сбора данных. Наша программа лояльности, на мой взгляд, сейчас является одной из лучших в продуктовом ритейле уж точно. Все благодаря чему наши выгоды, которые мы предоставляем клиентам, это бонусы, которые равны рублям. То есть, по сути, это кэшбэк. Есть несколько уровней кэшбэка, есть специальные бонусы, например, по случаю дня рождения, и есть специальные механики, специальные предложения, которые позволяют повышать лояльность. Это участие в различных розыгрышах, конкурсах, играх через мобильное приложение. Или кто-нибудь пользуется нашей картой лояльности? Вот, довольно-таки много рук, но, опять же, не все, есть к чему стремиться. Соответственно, наше предложение, наша выгода позволила нам уже на текущий момент иметь клиентскую базу, как видите, практически 60 миллионов человек. Больше 30 миллионов человек пользуются картой лояльности в наших магазинах ежемесячно. Это позволяет нам с ними коммуницировать посредством разных каналов. Это SMS, если у кого-то есть Viber, мы можем присылать вам в Viber предложение. Это пуши через наше мобильное приложение, e-mail и прочие диджитал-каналы. Очень важной частью нашей программы лояльности является мобильное приложение. Тоже уже очень много пользователей зарегистрировалось в нем и используют каждый день. Уже почти полтора миллиона. И на текущий момент доля покупок с картой Magnit, эта доля в чеках, уже достигла 60%, она увеличивается. В выручке это уже практически 70%. Это о чем я говорил, даже при том, что довольно популярна программа лояльности среди наших клиентов, но далеко не все предъявляют карту, пользуются ей. Поэтому в аналитике надо учитывать всегда этот баланс, чтобы мы имели высокое проникновение к карту лояльности, чтобы мы могли эти данные экстраполировать дальше на всю сеть, на весь бизнес. Итак, у нас есть клиентская база. Давайте начинать анализировать и измерять. Первое, что я хочу рассказать, это про метрики. Важно всегда иметь иерархию метрик, вот как представлено на пирамидке. То есть верхний этаж у вас всегда должен соотноситься с бизнес-целями. В нашем случае мы всегда соотносим наши метрики с маржой, с маржинальностью. Если бизнес какой-то более мелкий и имеет возможность оперативно оценивать прибыль, то, конечно, лучше всего это иметь связь с прибылью. На втором этаже у нас экономические метрики, это то, из чего наша маржа складывается. Розвичный товарооборот, средний чек, трафик, количество чеков и так далее. И, соответственно, план измерения у нас всегда должен соотноситься с целями бизнеса. На третьем этаже у нас уже расположены метрики продуктов и конкретных услуг, где мы измеряем эффективность, допустим, каких-то маркетинговых мероприятий или, допустим, эффективность мобильного приложения. Тут мы можем смотреть конверсию, можем смотреть NPS, это кто, как наши пользователи удовлетворены этой услугой. Но, опять же, нужно понимать, как это все влияет на цели компании. И, соответственно, на нижнем этаже новые специфические метрики. Я не привожу примеры, потому что они могут быть самыми разными. Это при разработке новых продуктов и услуг вы можете придумать какой-то показатель измерения, но, опять же, важно понимать, как он соотносится с вашим верхним этажом. Далее, про метрики. До применения персонализированного подхода и программы лояльности мы всю нашу аналитику строили на чеках, и три основных метрики у нас были. Это выручка, которая раскладывается на количество чеков, средний чек. Применение персонализированного подхода и данных программы лояльности позволяет нам перейти от выручки к тратам. То есть мы можем оценивать, сколько денег приносит нам каждый конкретный клиент в определенном промежутке времени или за всю его жизненную ценность. От количества чеков мы можем перейти к частоте визитов. То есть тут мы можем уже и сегментировать клиентов. Те, кто ходит редко и покупает мало, точнее, кто ходит часто, покупает понемногу. Те, кто ходит часто, редко берет большую корзину. То есть это тоже позволяет уже расширить ваше измерение. И от среднего чека мы можем перейти к составу корзины. То есть мы понимаем уже не просто сумму покупки, но знаем, что человек покупает, в какой пропорции и приходит ли он повторно за какими-то определенными товарами. Все это вместе составляет пожизненную ценность клиента, либо LTV. То есть это то самое важное преимущество, одно из ваших преимуществ, которые дают персональные данные, персонализированные. Далее. Мы разработали с вами план измерений. У нас есть большая клиентская база. Мы пошли по пути атрибуции клиентов, то есть присвоения характеристик и свойств каждому нашему пользователю. На слайде я показал только некоторые примеры. На самом деле этих атрибутов у нас несколько сотен. В данный момент уже больше 200. Они обновляются, досчитываются, актуализируются. Атрибуты у клиентов могут быть как объективные, например, пол и возраст. Это мы берем из анкетных данных при регистрации. Некоторые, конечно, клиенты нас обманывают, указывают не настоящие данные, но таких не так много, и в целом это объективно. Также есть такие атрибуты, как бюджет, траты, частота, везде, средний чек. Это тоже вполне объективный показатель. Мы берем это из их покупок. Остальные атрибуты, как правило, аналитические. То есть мы берем тот же состав корзины, анализируем, кластеризуем, сегментируем и определяем, например, такие атрибуты, как привычки в питании, такие как ЗОЖ, например, либо миссии покупок, или, например, наличие автомобиля. То есть мы, могу для примера рассказать как раз про атрибут наличия автомобиля. Кажется, это не очень важно. Есть у человека автомобиль, причем здесь как бы продуктовый магазин, но даже в отдельности, анализируя клиентов с этим атрибутом, это позволяет нам, например, для формата гипермаркет, более точно определять потенциал продаж. То есть чем больше клиентов, которые имеют автомобиль, приезжают за покупкой в гипермаркет, соответственно, если у них есть машина, они могут больше на ней увезти, значит, они могут больше купить. И таким образом мы можем более точно понимать их потребность и управлять ассортиментом и торговым пространством этих гипермаркетов. В принципе, это можно делать практически с каждым атрибутом, но лучше всего уже сегментировать клиентов и объединять в какие-то большие группы. Сегменты также могут быть как постоянные, использующиеся в отчетности в регулярной, так и кастомные под конкретную задачу. Здесь я на слайде показал основные критерии, по которым мы проводим сегментацию. Это, собственно, данные о покупателях, это корзина, это структура корзины, то есть что покупают больше, что меньше. Это бюджет, тоже, наверное, один из самых важных критериев, потому что доходы у всех разные, и из-за этого могут покупать люди более дешевые товары, либо более дорогие. И география, параметры торговых точек. Наша сеть представлена практически по всей России. Это важно учитывать региональные особенности. Те сегменты, которые мы отобрали для Москвы, могут быть не совсем актуальны для Сибири. И тоже важно учитывать еще форматы магазинов. Наша сеть мультиформатная, есть магазины у дома, гипермаркеты, аптеки, косметики, новые форматы, такие как дискаунтеры. И опять же, это особенности потребления в этих форматах надо учитывать в сегментации, в классеризации своих клиентов. Здесь хочу еще рассказать одну историю, как мы, анализируя атрибуции и сегменты наших клиентов, какую ценность мы из этого извлекаем. Например, в сегменте клиентов, которые покупают миссию покупки для перекуса, мы видели довольно большое количество девушек, молодых, которые берут детское питание. Но они не определились в сегмент домохозяйства с детьми. Потому что это была маленькая покупка, какие-то 2-3 товара и детское питание. Мы посмотрели в углу этих человек, увидели, что это были такое пюре для детского питания и поняли, что это просто люди покупают для перекуса. То есть берут там печенье какие-нибудь, шоколадки и детским питанием пюрешкой закусывают. Это помогло нам, собственно, понять эту потребность. И мы разместили данные товары в прикасовой зоне, что очень сильно помогло в их продажах, увеличило их продажи и закрыло потребность таких клиентов. Далее. Собственно, у нас есть план измерения. Мы уже присвоили свойства каждому нашему клиенту. Есть множество сегментов. Давайте перейдем к интерпретации всего этого. Здесь я расскажу про подходы к аналитике, которые мы сейчас используем. Два основных подхода, они взаимодополняющие. Это, собственно, ad hoc аналитика, когда приходит бизнес-заказчик со своей болью, он приходит к аналитику, общается с ним, рассказывает, а какие данные ему нужны для решения какой проблемы. Далее аналитик пишет запрос к базе данных, выгружает данные, исправляет, перевыгружает, формирует, допустим, какой-нибудь текстелик, аналитическую записку и отдает заказчику. Дальше заказчик с этим работает, как-то исправляет свою боль. И это работает на начальном этапе, когда таких болей и заказов становится очень много. Невозможно все решать в таком режиме. Поэтому мы начали создавать стелл-сервис инструмент. То есть, когда заказчик приходит не к аналитику, а приходит на инструмент, на веб-интерфейс, где у него представлены различные дашборды, которые уже предустановлены и помогают ему самостоятельно изучить нужные ему данные. Эти два подхода, как я сказал, взаимодополняющие, потому что селл-сервис инструмент мы родили из тех отчетов, которые мы делали до этого через AdFoc. То есть, мы систематизировали, поняли, какие нужны отчеты на регулярной основе, систематизировали их, создали. И в обратную сторону это также работает, когда пользователи начинают более подробно и глубоко изучать данные в дашбордах. Они все равно хотят еще более глубоко и добавить другие какие-то метрики измерения и приходят все равно за дополнительными данными из AdFoc. И это позволяет нам, собственно, понять их же потребность и исправить, дополнить и улучшить наши дашборды. Далее я приведу просто несколько примеров, которые уже у нас реализованы в нашем селл-сервис инструменте отчетов и что это приносит, какую пользу приносит заказчикам. Например, отчет Catman. Это отчет для категорийных менеджеров. Раз в квартал проводится ревью категорий, и категорийные менеджеры могут в этом отчете увидеть полностью свою клиентскую базу, сколько людей покупают эту категорию, какой у них состав по сегментам, какая динамика по этим сегментам, какие потребности, какие миссии категория закрывает. И благодаря этим данным, собственно, улучшать, управлять свои стратегии, стратегии своей категории. Далее дашборд с RFM анализом, то есть такой продвинутый, по сути, ABC, где мы раскладываем нашу клиентскую базу по принципу, как часто люди к нам ходят и сколько денег нам приносят. То есть это, грубо говоря, кто приходит часто и много покупает, то заходит редко. И в динамике эти сегменты хорошо показывают, как раз таки удовлетворяем мы сейчас потребность наших клиентов или нет, такой на общем уровне. Мультиформатность. Данный отчет возможно делать только на клиентских данных. Опять же, сеть Magnet уже давно существует на рынке, и все это время у нас было множество форматов, но без программы лояльности, без анализа своих клиентов. Мы, в принципе, с трудом могли понимать, как клиенты у нас перемещаются между форматами. То есть ходят ли они и в косметик, и в магазины дома, и в гипермаркет, либо они только выбрали свой магазин, который ближе всего к месту учебы, работы и проживания, и ходят только в него. Наша стратегия в том, что мы позиционируем себя как семья магазинов Magnet, то есть мы хотим покрывать вообще все потребности, поэтому очень важно отслеживать долю клиентов, которые посещают, ну, чем больше форматов они посещают, соответственно, тем больше они удовлетворены. И этот отчет как раз позволяет это нам отслеживать. Далее, анализ повторных покупок. Тоже отчет и аналитика, которую можно делать только с привязкой к клиентам на персонализированных данных. То есть мы смотрим, как приходят ли за повторным потреблением определенных товаров наши клиенты. То есть если вы купили один раз товар, два раза, может быть, вам просто случайно положили в корзину. Если вы приходите, каждый раз берете определенный бренд, значит, у вас есть к нему лояльность, вы хотите его покупать и дальше, и мы, значит, удовлетворяем эту вашу потребность в данном товаре. И этот отчет, этот индекс лояльности, который мы можем из этого высчитывать, просто выводит на новый уровень управления ассортиментом, и мы как бы улучшаем представленность тех товаров, которые вам нравятся. Комплементарность. Похожий отчет, похожий дашборд на анализ повторных покупок, только это связано не с покупкой и лояльностью к конкретному товару, а мы высчитываем, смотрим, а какие товары берут вместе. То есть те, которые мы там берем, не знаю, для готовки что-нибудь, хоть мясо и там подсолнечное масло, они будут комплементарны между собой. И вот анализ этой комплементарности, опять же, позволяет лучше управлять вашим ассортиментом. Банально можно просто располагать в торговом зале эти товары рядом. И при этом, допустим, улучшать ваше промо. То есть мы понимаем, какие товары будут комплементарными, какие будут каннибализировать. Ну, трекер новинок тоже, в принципе, то, что я выше сказал, помогает отслеживать более точно, понимать, зашла ли новинка, новый товар нашим клиентам. То есть если люди приходят и повторно покупают новый товар, значит, он им понравился. Если они пришли, купили один раз и больше его не покупали, значит, наверное, нужно провести ротацию и завести какой-то новый товар. Перехожу дальше к финальной части. Я уже, в принципе, затронул ту ценность, которую мы получаем из данных. Здесь я более в общем расскажу, что уже внедрено и как мы это используем. Начну с коммуникации CVM. CVM – это Customer Value Management, то есть управление ценностью клиента, то есть теми деньгами, которые нам приносят. В целом через коммуникацию мы повышаем лояльность к бренду. Лояльность к бренду – это может быть как к бренду в целом магнит, так и к брендам наших поставщиков, наших партнеров, которые в торговой сети представлены. Допустим, как мы повышаем лояльность к бренду, мы можем в реальном времени отслеживать покупки человека. И если клиент, допустим, ходил каждую неделю к нам в сеть, а потом перестал ходить, мы можем прислать ему персональное предложение с персональной скидкой и попробовать его вернуть в сеть, таким образом работать с оттоком. То есть это нам позволяет увеличить траты, увеличить частотность покупок. И, в принципе, это, как я сказал, как от верхнего уровня лояльность к бренду, так и мы можем управлять лояльностью к бренду конкретных товаров. То есть увеличивать, поддерживать особый ассортимент, поддерживать новинки. Следующая ценность, которая у нас сейчас используется очень активно – целевой маркетинг. Тоже это особенность персональных данных, персонализированных данных, точнее. Для примера, компания про продвижение йогурта, если мы возьмем, допустим, охватный сегмент, представленный, то есть все покупатели категории йогурта, и отправим им, допустим, предложение на скидку, то прирост будет, на примере этого пилота, был плюс 23%. Это неплохо, вполне себе, но, опять же, охватный сегмент, он большой, мы понесли большие затраты на коммуникацию. Если мы прицелимся более точно, если мы выберем не всех потребителей, покупателей йогурта, а тех, кто часто его покупает, например, 3 раза в неделю чаще, то, как видите, прирост потребления будет почти кратно выше, почти в 2 раза больше. То есть мы увеличиваем продажи и сокращаем затраты на коммуникацию. То есть важно использовать это преимущество и точнее понимать потребность, и, соответственно, в эту потребность целиться. Далее, с помощью всех тех инсайтов и новых знаний, которые мы получаем из клиентских данных, мы стараемся управлять нашей стратегией. Изменять так называемое CVP, это как раз таки Customer Value Proposition, то есть то, что наша сеть комплексно предоставляет нашим покупателям. Для примера приведу пример о том, как мы развивали категорию Ready to Eat, то есть готовой еды. На протяжении нескольких лет, анализируя миссии покупок, мы видели, что у нас растет доля миссий покупки, как фастфуд, быстрой покупки, и снижалась доля чеков с миссией готовки для готовки. И это помогло нам, соответственно, мы понимали, что у наших клиентов есть к этому потребность и стремление. И как один из проектов, который был направлен на удовлетворение этой потребности, это проект M-кухня. То есть это такие холодильники в магазинах у дома, где расположена готовая еда в вакуумной упаковке, которую можно только купить и разогреть. И для примера мы анализировали результат пилота и видим, что прирост трат клиентов, которые покупали эту еду, достиг практически 40% относительно контрольной группы. То есть покрытие этой потребности повышает лояльность к нашей сети, и вы приходите за готовой едой и берете там остальные товары, которые у нас представлены. То есть это влияет на товарооборот магазина до полутора процентов на масштабах нашей сети, это очень много. И в целом, как бы, вот эти новые знания, которые вы получаете от анализа клиентской базы, позволяют вам очень эффективно управлять стратегией и вашим таким комплексным позиционированием. И финальная ценность, которую мы тоже получаем в клиентских данных, это расширенное взаимодействие с партнерами. То есть все те инструменты, о которых я говорил, мы можем ими делиться с нашими поставщиками, они также могут использовать эти клиентские данные. Сейчас у нас реализован уже инструмент DMP, Data Management Platform. Он позволяет выявлять и выбирать, точнее отбирать сегменты клиентов, потребителей определенных товаров. Этот инструмент направлен в основном на рекламу, то есть мы с помощью рекламных агентств проводим там таргетинговые коммуникации непосредственно с клиентами, которые там, не знаю, покупали у нас товары для бритья, и им приходит реклама, там, брит в жилет. Также CVM, про который я уже упоминал, мы используем его для увеличения лояльности бренду нашему в целом, управления оттоком людей, но также наши партнеры могут его использовать для отбора клиентов, которые покупают их бренды и управления лояльностью к ним. И третье, это сейчас реализуется у нас проект, он еще в стадии разработки, это Data Lab. То есть это все то, что я рассказал, вместе взято, но важно его преимущество, это то, что мы сможем обогащать данные, мы сможем брать данные от наших партнеров и добавлять к тем данным, что у нас имеются, и тем самым увеличивать точность подбора там сегментов и точность аналитики. И также ответ на вопрос, зачем все нам это было нужно, резюмируя. То есть мы получаем, когда у нас есть программа лояльности и персонализируемый подход, мы получаем коммуникацию с клиентом, мы получаем более широкие возможности для отчетности, и, как я сказал, важно иметь не просто красивые графики и дашборды, а из каждого атрибута сегмента отчета понимать, какую он ценность нам приносит. Мы имеем возможность более точной оценки эффективности. Когда мы смотрим, допустим, покупки каждого конкретного клиента, нам проще понять, а что ему понравилось, что не понравилось. И в целом, допустим, анализ клиентской базы и расчет эффектов целевой аудитории, которая вовлеклась в какую-то активность, подбор под нее контрольной группы, это повышает гораздо точность оценки эффекта от, допустим, какой-нибудь маркетинговой коммуникации. По управлению ценностью клиентов, то есть мы можем понимать, сколько денег нам человек приносит, мы можем по его атрибутам понимать, а кто этот человек, и, соответственно, из этого получить данные, а как нам повысить эту ценность, и как нам еще больше увеличить лояльность этого человека к нашей сети. Мы имеем возможность реагировать в реальном времени, как я уже говорил, например, это управление оттоком. И мы можем проводить более эффективные целевые промо. Ну и также мы имеем расширенное взаимодействие с нашими партнерами. В конце я хочу вам рассказать, резюмируя свое выступление, какие шесть шагов вы можете применить в своих компаниях, в своем бизнесе, чтобы получить ценности из клиентских данных. Итак, первое, естественно, соберите данные. Мы как офлайн-ретейл используем CRM-систему с пластиковыми картами, потому что, ну, опять же, не все могут пользоваться мобильным приложением, не все хотят. В вашем случае это могут быть данные, допустим, из социальных сетей или веб-аналитика, если это полностью онлайн-бизнес. В самом деле, не важно, какой источник, важно, чтобы эти данные были персонализированы. Определите ключевые метрики и создайте план измерения. Очень важно иметь иерархию и понимать, как эти метрики отражаются на вашей бизнес-цели. Интерпретируйте данные, то есть создайте подход к аналитике, чтобы это было не множество разных несвязанных отчетов, а чтобы вы понимали, какой отчет, какой дашборд, как он влияет, соответственно, на исполнение ваших целей. Создайте персонализированный подход. Вот, соответственно, это самое важное, что есть в клиентских данных. Мы должны более точно целиться и более точно определять потребность наших клиентов персонализированно. Применяйте данные в реальном времени и в конечном итоге создайте ценность. То, о чем я рассказал, это нет какого-то учебника и рецепта. Мы все это наработали на протяжении этих трех лет, когда мы внедрили программу лояльности и начали анализировать, и собирали потребность бизнесов, бизнес-подразделений. Поэтому все зависит от вас, как вы примените эти данные, как вы поймете, какую пользу они могут приносить, такую ценность вы создадите. На этом все. Спасибо большое. Желаю вам, коллеги, чтобы ваша работа приносила вам не только удовольствие и деньги, но и помогала развиваться вашему бизнесу. По QR-коду можете оставлять обратную связь. Готов выслушать вопросы. Вот у вас один из первых пунктов, Юрий, из планов, которые вы предложили как раз всем коллегам, это то, что нужно собрать данные. И я так понял, в основном вы опираетесь на данные, которые получаются с карт. Подскажите, как вообще магнит поощряет то, что люди пользуются именно картами? То есть как вы условно, грубо говоря, заставляете клиентов пользоваться картами? Грубо говоря, мы их покупаем. То есть у нас есть кэшбэк от полупроцента до двух процентов, если вы часто ходите в магнит. То есть вам просто возвращаются кэшбэком баллы, которые вы можете тратить. Также у нас есть в мобильном приложении различные проводятся активности акции, такие как розыгрыши призов, или где вы можете получить дополнительные баллы, розыгрыш дополнительных баллов. То есть самое основное привлечение – это, естественно, кэшбэк. Ну и также участие в промо-акциях, маркетинговых акциях, которые возможны только с карты лояльности. Например, последняя акция, которая у нас была – это стикерсы. Если вы посещали, может быть, знаете, вы могли их получить только если вы предъявляете карту лояльности при покупке от 500 рублей. То есть, грубо говоря, ответ на ваш вопрос – мы покупаем эти данные, то есть мы предоставляем прямую выгоду от покупки в магните. Еще тогда следующий вопрос, связанный с этим. Я правильно понимаю, что у вас вот этот пункт сбора данных и привлечения клиентов, собственно, к использованию карты, он также отдельно у вас анализируется, насколько вот те же самые стикерсы, например, привели к созданию новых карт. Да, совершенно верно. То есть метрика проникновения карты лояльности, тоже вот какой вопрос я вам задавал, она является очень важной. То есть чем больше людей предъявляют карты, больше данных мы имеем, более точную оценку можем их проводить. Конечно, да, это одна из целевых метрик, мы всегда следим, чтобы она не снижалась. Понял, спасибо большое. Вам спасибо. Спасибо за доклад. Меня зовут Данила, тоже из Сберы. Вопрос следующий. В принципе, если мы говорим про клиентскую аналитику, и в целом, если резюмировать несколько ваш доклад, то можно выстроить определенные паттерны и тренды клиентской аналитики. То есть это максимальный упор на лояльность, на максимальную интерпретируемость данных, чтобы мы могли из одних и тех же данных по-разному ее сегментировать, порезать на нужные метрики и так далее. У меня такой вопрос. Что, на ваш взгляд, является как бы антипаттерном, антитрендом, и какую аналитику сейчас как бы имеет наименьший смысл строить, и что дает наименьшую, вот некую вэлью? То есть, может быть, например, там какая-нибудь сегментация по гендеру не несет никакой ценности или что-нибудь такое? Ну, да, вы, наверное, правильно начали отвечать на вопрос. На мой взгляд, на меньшую ценность приносит сегментация какая-то очень крупная. То есть, когда мы, да, мужчины, женщины, да, это здорово понимать, но на самом деле, кроме каких-то специфических категорий, где там покупают только женщины и только мужчины, это ценности не приносит. То есть, нам нужно сегментировать людей по потребности и по их покупательскому поведению. Допустим, вот по полу это не так важно, важно по возрасту. То есть, условно, пенсионеры у нас сильно отличаются в потреблении от молодых людей. То есть, здесь это важно. То есть, ну, антипаттерн, я бы сказал, это применять какие-то очень крупные сегменты и пытаться на них как-то таргетироваться и распространять коммуникации. То есть, вот эти охватные сегменты, ну, это просто довольно-таки бессмысленно, потому что и до внедрения там программы лояльности мы могли это делать, просто поливая все поле. Вот. Поэтому ответ будет такой. А на ваш взгляд, наоборот, слишком узкой направленной метрики тоже является антипаттерн? Ну, естественно, нужно соблюдать баланс, конечно. Мы можем отобрать сегмент из тысячи человек, потратить на это ресурсы аналитиков, потратить на это нашу коммуникацию, ну, и получим мы, окей, даже очень большой прирост с этого относительно, но в масштабах сети это будет ни о чем. То есть, да, тут важно соблюдать баланс, чтобы сохранялась управляемость, потому что, когда у вас там в атрибуции, в сегментации, там несколько сотен этих сегментов, вы просто можете не уследить. Поэтому тут, да, нужно и не быть не слишком крупными, и не слишком мелко не дробить. Находить баланс всегда нужно. Спасибо. Спасибо вам. А вот еще вопрос есть. Юрий, здрасьте. Спасибо за доклад. Оля Иванова, Райф Айзенбанк. У меня возник вопрос. Как долго вы вообще храните данные? Есть ли у вас какие-то, ну, собственно, удаляете вы их, не удаляете? Не услышал. Как долго храните данные? А, как долго? Хранятся у нас данные на таком, в боевом режиме за два года, чтобы мы могли анализировать там год-году аналитику, но данные мы не удаляем, мы их охлаждаем, переносим на другие сервера, к которым нет доступа у большинства аналитиков. Ну, грубо говоря, работаем мы с данными на горизонте текущий год и минус два года. То есть, ну, вот те данные, которые вы сейчас собираетесь, это довольно такое хорошее хранилище для использования искусственного интеллекта. То есть, думали ли вы об этом с точки зрения стратегии развития? Где строить магазины? Как строить? Да, разумеется, я непосредственно этим не занимаюсь, поэтому не скажу каких-то подробностей, но да, в нашем департаменте реализуются и такие проекты. Опять же, искусственный интеллект, это сейчас фронтир по работе с данными. Пока я вам не могу рассказать о результатах, но да, конечно, и в подборе сегментов, и в определении рекомендаций, это очень поможет нам улучшить вот те подходы, о которых я вам говорил. Спасибо. У нас есть вопрос онлайн. Как с помощью системы лояльности вы сможете перебить конкурентов с более низкими ценами, например? То есть, с помощью точной сегментации возможно перебить тяжелые аргументы в цене? Кажется, что стоимость товара почти невозможна перебить альтернативными и точными предложениями. Не услышал, что стоимость товара? Как с помощью системы лояльности вы сможете перебить конкурентов с более низкими ценами? Как мы сможем… Перебить конкурентов. Перебить? А, перебить низкую цену? Ну, смотрите, да, цена в таком продуктовом ритейле это, естественно, самый важный фактор. Какая бы программа лояльности ни была, если у вас цены значительно дороже, чем у конкурентов, люди к вам не придут. Программа лояльности позволяет не перебить цену, а добавить дополнительную ценность к посещению магазина. То есть, как я сказал, допустим, тот же кэшбэк. Мы, по сути, если вы ходите по ценам в магазин, вы имеете на 1% или на 2% ниже цену на всю корзину. То есть, вы видите ценник, но вам еще возвращается кэшбэк 2%. И еще вы можете с помощью карты лояльности делать какие-то персональные скидки. То есть, мы определяем, что вы хотите купить там, не знаю, какой-то йогурт, если мы про него говорим, определенной марки. Вы часто его покупаете. И, допустим, у конкурента проходит акт на этот йогурт. И мы можем просто персонально вам прислать скидку, которая перебьет это предложение у конкурента. То есть, этот ответ будет и в целом с помощью той выгоды, того кэшбэка и бонуса, что мы предоставляем на всю корзину, и персонализировано на те товары, которые мы отберем для таргетирования на сегменты клиентов. Спасибо. Добрый день, Юрий. Добрый день, коллеги. Спасибо большое за интересный доклад. У меня, Юрий, вопрос, наверное, касается этапа интерпретации данных. Вот можете ли вы поделиться опытом, каким образом вы генерируете гипотезы, потому что где, что нужно искать. Вот на примере, как вы сказали, парные покупки, да, пюре и печенюшки. Ну, то есть, когда мы увидели это. То есть, это там мозговой штурм, например, или просто работа с данными, каким-то образом случайно вычисляются эти паттерны. Ну, как, это на самом деле и есть самая такая важная и самая нужная работа аналитика, не просто создать отчет, а смотреть в него. То есть, я там в своем отделе со своими сотрудниками всегда обращаю внимание, как человек работает с данными, как он их смотрит. То есть, мы должны иметь вот эти инструменты в виде там миссии покупок, сегментов и так далее. Построили отчет, отдали. Нет. Вы должны сами понять и сделать вывод от этих данных. То есть, тут тоже рецепта, наверное, нет. Первое, что вы должны сделать, это если к вам пришел бизнес-заказчик с каким-то вопросом, то понять, а зачем это ему нужно. Вот. И ответить самому себе на этот вопрос, как бы, как эти данные помогут. Если вы сами анализируете там свои там отчеты, я сказал, на примере вот, что мы обнаружили, детское питание, просто смотрите вглубь, смотрите в состав. То есть, вы сделали сегмент, и сами посмотрите в детализацию, посмотрите, не знаю, какие топ товаров входят в этот сегмент, какие топ людей. То есть, это все, в принципе, пока не внедрен искусственный интеллект, это работа интеллекта естественного. То есть, вам нужно просто более глубоко смотреть данные и гипотезы из этого находить, проверять. То есть, это такая просто работа повседневная аналитика. В обсуждении, в каких-то там брейнштормах вы понимаете эти гипотезы и проверяете дальше. Спасибо. Спасибо вам. Так, вот еще вопрос был. Давайте, это будет последний вопрос, чтобы нам не убиваться из тайминга. Здравствуйте. Здравствуйте. Юрий, спасибо за доклад. Очень интересно. Меня зовут Иван Никованна. Мы коллеги. В общем, в марте этого года компания увеличила процент лояльности, процент кэшбэка для сотрудников компании. Мне интересно, какие цели преследовало руководство компании, делая это именно сейчас, и почему не сделали раньше. И, ну, месяц уже почти прошел, даже чуть больше. Как бы отслеживается ли, ну, динамика в достижении этих целей. То есть, мы достигли, чего хотели, вернее, наше руководство. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Это вот программа по полученному кэшбэку для сотрудников. Как раз-таки у меня сейчас в отделе в работе ее анализ. Мы, как раз, создаем дашборд для онлайн-отслеживания. Не могу ответить на вопрос, почему не было этого раньше, но могу ответить, зачем это внедрили. То есть, ну, наши сотрудники, это почти больше 200 тысяч человек по всей России. То есть, это такой очень большой классный сегмент. И этот сегмент высоколояльный, потому что наши там, условно, кассиры, они каждый день покупают в магните. То есть, больше на работе как в магазинов, естественно, направлено. И, собственно, вот осознание того, что у нас так много сотрудников, и мы должны их использовать тоже как драйвер продаж, это была причина и зачем внедряли. Был проведен сначала пилот на нескольких регионах, и мы увидели, что это дополнительная скидка, дополнительный кэшбэк, он стимулирует покупать больше. То есть, мы имеем положительный ROI от этой программы. Та скидка, которую мы предоставляем, компенсируется, соответственно, увеличением потребления. Не знаю, возможно, сотрудники там покупают для своих родственников, друзей еще что-то, но в целом это стимулирует увеличение потребления. И как мы это отслеживаем? Да, мы анализировали вот в кастомном режиме в виде ad hoc, это на начальном этапе пилота. И сейчас, когда мы уже масштабировали, вот с марта, правильно вы сказали, мы сейчас запускаем уже такой же на sales-сервис онлайн-дашборг, где мы отслеживаем там сумму начисленных кэшбэков, мы смотрим как раз-таки прирост продаж, мы оцениваем ROI и в целом следим за эффективностью. Пока на данный момент программа показывает, что она эффективна, и это повышает реальность наших же сотрудников к нашей сети. Спасибо.